Всем привет и добро пожаловать на канал brave new world антагонисты в серии call of duty частенько получались так себе разработчикам не удавалось должным образом прописать мотивацию и цели главным злодеем серии из-за чего очень сильно страдал сюжет в сегодняшнем видосе я хочу рассказать вам о своем топе худших антагонистов в call of duty которые в моем понимании не вытаскивают игру по ряду причин и да это как всегда мое мнение которое скорее всего не совпадет с вашим поэтому предлагаю написать вам свой топ в комментах ну а перед началом видоса я хочу порекомендовать вам наш телеграм-канал ссылочку на него вы можете найти в описании переходите и подписывайтесь всем приятного просмотра гэбриэл рорк из call of duty голос поначалу вызывает даже некое сочувствие но буквально на пять минут вообще все призраки это такой неуловимый и непобедимый отряд бойцов то рорк в нем главная обиженка после того как элис уокер отпустил рорка чтобы спасти весь отряд рорт попал в плен и был перерубован на сторону федерации да я понимаю что он побывал в плену ему промыли мозги и все такое но он же солдат в конце до концов и по итогу вся мотивация рорка сводится просто к мести призракам за то что его тогда бросили в каракасе и ведь он даже никак не может объяснить свою мотивацию мести просто обиделся просто решил убить своих бывших сослуживцев причем элиас пытался ему объяснить то что его тогда искали да и сам уокер признавался что все призраки считали его легендой но рорк ведет себя просто как подросток ну а про абсурдность концовки я лучше вообще промолчу один из самых противоречивых антагонистов которые поначалу вызывают только положительные чувства а потом моментально превращается в нытика сюда этого ублюдка что так все и закончится элиас ты выбросишь меня из самолета ты мне все расскажешь о раскопках сан-диего ты что сбросишь меня лейтенант опять отвечай рорк ты вправду считаешь что можешь меня сломать элиас подходите ну же вот и я ну-ка ко мне это конец рорк мы победили ты меня не победил элиас ты только что очень облегчил мне работу а Найди меня, если выберешь отсюда. Запасное место есть всегда. Видно, что Сален Котч из Infinite Warfare показан как тиран. Фанатичный, безжалостный, восполюбивый диктатор. Правда, несмотря на все его плохие качества, он не ощущается как злодей. У него какие-то тупые претензии к землянам вообще. Понятно, что он вырос на Марсе, но если у них настолько бескрайняя галактика, то объективно у него нет нормальной причины, чтобы гнать на землю. Наблюдая за Котчем всю игру, можно заметить, что он просто больной психопат. Он говорит, что у него есть цели и планы, но по большей части он обычный бандит, который мало того, что всю игру гонит на землян, так он ведь зачем-то и наезжает и на своих же. Вот для чего в начале игры он убивает одного из своих людей? Что он хочет этим показать? Что он крутой марсианин, который держит целый флот своих людей в страхе? Тогда о какой верности может идти речь? А ведь его бойцы все равно почему-то остаются ему верны. Короче, в моем понимании Сален Котч получился таким непонятным злодеем, который сам не понимает, что он хочет. Простой тиран, который без особой мотивации обозлился на всю галактику. Говорит адмирал Сален Котч с Олимпа. Тигр корабль ЮНСА уничтожен. Врагам фронта пощады не будет. Я обращаюсь к возмездию. Мы продолжим борьбу с вами. Изнутри и снаружи вашего гибнущего мира. Ваши города сдадутся. Обескровленные и слабые. Мы придем к победе. Марс вечен. Я понимаю, что в Call of Duty для западной страны русские всегда были плохими. Но одно дело, когда вы крутой и харизматичный злодей, который ненавидит Запад. А другое, когда вы Роман Барков из модом Warfare 19-го года. Причем это сейчас касается не только генерала Баркова. Это касается всех злодеев новой трилогии. Да, сейчас мы видим, как в последнее время игры стали более политизированы. Но можно же тогда прописать нормальную мотивацию антагонистам. А не вот этот вот цирк, который происходит в новой трилогии. Итак, давайте разбираться, почему генерал Барков так сильно точит зуб на Урзакстан. Объективно, у него нет на это никаких причин. Всю игру он кричит про терроризм и все такое. И что только он способен защитить новую Россию. Но он же не может даже толком поймать двух маленьких детей. Какой-то плохой из него генерал выходит. И вообще, если раньше русских в серии Call of Duty выставляли просто плохими ребятами. Ну, просто потому что так жизнь сложилась. Сейчас же пахнет прям лютой русофобией и ненавистью. Да, я понимаю, что в комментах скорее всего начнется срач из-за событий последних лет. Но все-таки это всего лишь игра, которая успела выйти до всех этих событий. В которых вся мерзость была вывалена просто наружу. Барков один из самых тупых и безмозглых антагонистов серии. У которого нет ни мозгов, ни мотивации, ни харизмы. Эта страна – настоящий рассадник терроризма. Я пришел, чтобы нести закон и порядок. И ни один террорист не причинит зла моей стране. Я защищу Россию. Тихо. Что, черт возьми, происходит? Убейте всех, заприте их на складе, сожгите его до тла. Ты не спасла своих людей, Фаракарин. Ты их убила. Вертолет мне, быстро! Все... В бою! Я в бою! Далеко за злодеем ходить не пришлось. Майор Хасан Зияни считается антагонистом в новой моду Warfare 2. Однако, давайте будем честны, майор вообще не нужен этой игре. Да, он типа мстит за генерала Гарбрани, которого мы видим 5 секунд в начале игры. И вся вот эта вот каша с ракетами Шепарда, Алькаталой, мексиканским картелем и тонким намеком на Владимира Макарова и ЧВК Кони заставляет нас задуматься о том, что нас ждет хитрая, интригующая история. Но и тут нас будет ждать очередной цирк. Как удобно, мексиканские Эрмано и майор не переубивали друг друга в начале игры. А ведь если бы Хасан убил, к примеру, хотя бы Руди, то можно было бы показать серьезность его намерений и его кровожадность. Но зачем? Удобно, что майора нельзя было грохнуть в пустыне, но зато в конце игры уже ведь можно, да? И вот опять, Ближний Восток, терроризмы, террористы, но толковой мотивации майору никто так и не прописал, а про какую-то харизму я вообще молчу. Как по мне, майор это даже не антагонист, а пустая моделька без характера и цели. Сжечь все. Ты знаешь, кто я? Ты террорист, пендехо. Я солдат. Я здесь, на войне. Нет, пусть сгорит, как горел Горбрани. Новый Владимир Макаров это не крутой, запоминающийся злодей, который поставил на колени всю Европу и половину Америки. Это конкретный браток. Во-первых, он похож на цыгана, на русского он ну вообще никак не тянет. Во-вторых, по его поведению и общению это такой четкий пацанчик с района. Авторитет Макарова подняли просто до каких-то небывалых высот. Только почему его так уважают и откуда у него такое мощное ЧВК, вообще непонятно. Сидел он, значит, в тюрьме такой себе спокойно, управлял оттуда свои ЧВК, а потом ему надоело сидеть, приехала его братва и забрала назад. Заметьте, как удобно, каждая часть новой трилогии стирает какие-либо упоминания о прошлых частях игры. По ходу сюжета мы видим, как Макаров пытается делать какие-то попытки для того, чтобы дестабилизировать страны. Но по сравнению с оригинальным Макаром он как маленький ребенок. Чем ему Ближний Восток не угодил? Зачем он решил устроить теракт в Лондоне? И вопросов тут может быть бесконечное количество. Я согласен с тем, что и в оригинальной трилогии тоже были провалы в истории. Из-за чего многие строили различные теории. Но здесь же, как по мне, цельной истории и нет. Просто наваливают из каждой части в часть какую-то муть. Ну да, Call of Duty это игра не про сюжет же. Сначала генерал Барков со своим Мурзыкстаном, потом майор Зьяни, который вообще сам не знает, что хочет, но и вишенка на торте это браток, который просто пытается напакостить целому миру. Браток и в подметке не годится оригинальному Макарову. Вот честно, лучше бы браток и дальше сидел в тюряге и из тени командовал своими стильными бойцами. И мы бы никогда с вами не увидели эту позорную версию Владимира Макарова. Блистащий план. В любом плане, главное исполнение. Это только начало. Внимание, он с нами. Выход на 30. Для меня это большая честь. Командир Макаров. Шесть лет. Двадцать два дня и четыре часа. Браток. Рад видеть вас обоих. Тебя тоже. Сколько вы бы добились из этой камеры? Это только верхушка айсберга. Внимание, это командир Владимир Макаров. Позывной Царь 9-0 Главный. Я на связи. Начать фазу 3. Отбой. За мной. А какой топ получился у вас? Обязательно жду в комментах. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосики самыми первыми. Всем пока.